Многих рязанцев град застал врасплох. По-другому и не скажешь. Ведь для нашего региона такой форс-мажор является редкостью. И так как единственной организацией, выдающей справки, подтверждающей природные катаклизмы, является Гидрометеоцентр, соответственно, очереди там, как говорится, не протолкнутся. В настоящее время, за последние три дня, к нам обратилось около 400 человек. Я считаю, что для нашего города и области это ущерб огромный. Справки, выдаваемые ГИСМЕТИО, платные. 619 рублей 50 копеек. Почему страховые компании не запрашивают электронные данные у метеорологов напрямую, непонятно. Может, стоило сделать одну окончательную справку для страховщиков. Да, дескать, град был и точка. Но то одна, а то сотни. Да по 600 рублей каждая. Выгода очевидна. Ну и раз уж мы в Гидрометеоцентре, как уйти без прогноза на самый конец лета? С 31 августа по 2 сентября на территории Рязанской области пройдут кратковременные дожди. В южных районах местами сильные, с грозами и порывистым ветром. При обладающей температуре воздуха в эти дни ночью 7-12, днем 16-21 градус. В начале будущей недели, 2-3 сентября, интенсивность дождей уменьшится. Но территория Рязанской области будет все еще находиться в зоне влияния холодного фронта. Поэтому температура воздуха несколько понизится. Ночью до 4-9 градусов, днем плюс 14-19 градусов. Радует одно в ближайшую неделю. Метеоритов, грады и дождя из лягушек не предвидится. Редактор субтитров А.Семкин